Жизнь без барьеров. В Запорожской области проживают 122 тысячи людей с ограниченными возможностями. Отсутствие пандусов, высокие бордюры и узкие коридоры в зданиях. Каждый день они сталкиваются с множеством трудностей. Как планируют решить эти проблемы в обл. администрации, узнавали наши журналисты. Евгению 32. Он живет и работает в Энергодаре. С детства мужчина имеет проблемы со здоровьем. Передвигаться может только на костылях. Говорит, из-за этого каждый день обычная прогулка по городу превращается в настоящий марафон с преодолением препятствий. Проблемы на самом деле они изо дня в день одинаковые абсолютно. Это бордюры, ступеньки, различного рода неровности, асфальта. К ним, конечно, привыкаешь. Ну, все-таки уже опыт. Но, к сожалению, сталкиваешься с тем, что не всегда удобно подняться по ступенькам. Особенно, если зима, гололед, не расчищено. Проблемы особенных людей обсуждали в обл. администрации. Там прошел информационный семинар. Пришел на него и Евгений Разиков. Рассказывает, с трудностями столкнулся еще в детстве. Когда пошел в школу, оказалось, там нет пандусов, а ходить по коридорам с костылями неудобно. В обл. администрации отмечают, пока не все учебные заведения готовы к приему особенных школьников. Если говорить о настоящем пристосовании учебных закладов, то их у нас можно на пальцах перераховать. И поэтому сейчас Департамент обучения анализирует ситуацию, в какую школу у нас могут прийти такие детки, которым необходимы какие-то пристосования для того, чтобы они могли прийти в наши учебные заклады. Несмотря на все сложности, Евгений завершил учебу. Уже шесть лет работает журналистом. Говорит, все время старался найти выход из ситуации и никогда не опускал руки. Я бы не сказал, что это ограниченные возможности, на самом деле, ну, с той точки зрения, что, на самом деле, если захочешь добиться, сможешь всего. То есть, вот, на самом деле, там, костыли или инвалидное кресло, оно тебя ограничивает в движении, но оно тебя не ограничивает в твоих, там, целях, желаниях. Марьяна Соропий, Дмитрий Медведев, телеканал МТМ. Ванная.